Компания Microsoft провела свою масштабную конференцию, на которой показали 60 игр – от небольших инди-проектов до крупномасштабных ААА-блокбастеров. Множество анонсов, громкие релизы, уникальные эксклюзивные кадры игрового процесса, поэтому давайте в подробностях разбираться, что нам показали. Первая премьера на конференции – псевдодокументальный хоррор Blair Witch, действия которого будут происходить в лесу Black Hills, где потерялся маленький мальчик. Нам же вместе с бывшим полицейским предстоит принять участие в его поисках. Игра выйдет на Xbox One и ПК в самом конце лета, 30 августа. Одним из первых анонсов стал командный онлайн-экшен Bleeding Edge от студии Ninja Theory, создавшей DMC Hellblade Senua Sacrifice. Игроков ждет выбор из нескольких уникальных героев, у каждого из которых свое оружие и способности, а также бодрые и красочные сражения на арене, рассчитанные на две команды по четыре человека. Работа над игрой началась еще в 2014 году, до Microsoft, а уже 27 июня должно начаться техническое альфа-тестирование. CD Projekt Red, студия, стоящая за разработкой Ведьмака, наконец-то объявила дату релиза своей новой амбициозной RPG Cyberpunk 2077. Мы узнали, что игра выйдет 16 апреля 2020 года на Xbox One, PS4 и ПК. Нам продемонстрировали трейлер с главным героем V, а также геймплейную нарезку, в которой можно увидеть примерный масштаб происходящего. Более того, казалось, что в новой игре от польских разработчиков будет принимать участие не кто иной, как сам Киану Ривз, актер, исполнивший роль Джона Уика. Ривз самолично появился на сцене и назвал дату релиза Cyberpunk 2077, которая оказалась почти что идеальной. Киану будет играть персонажа по имени Джонни Серебряная Рука, которого называют легендарным рокер-боем. Cyberpunk 2077 был анонсирован много лет назад, так что нам пришлось изрядно потерпеть, чтобы наконец-то узнать, когда выйдет игра. 2020 год подходит как нельзя кстати, учитывая, что игра основана на настолке Майка Понсмита Cyberpunk 2020. У грядущего блокбастера также будет и коллекционное издание. Внутри крутой коробки будет храниться 25-сантиметровая фигурка V, главного героя игры, стилбук, артбук и многое-многое другое. Предзаказать базовую версию Cyberpunk 2077 можно уже сейчас в Steam и GOG, в PS Store и в Microsoft Store за 60 долларов. Отметим, что игра выйдет полностью на русском языке, с озвучкой и субтитрами. Разработчики грядущей ролевой игры The Outer Worlds представили новый ролик, демонстрирующий нам игровой процесс. Вместе с этим разработчики подтвердили, что проект будет доступен по подписке на Xbox Game Pass со дня премьеры. Предзаказы уже открыты, а релиз состоится 25 октября. Новинка выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК. В последнем случае это будет эксклюзив магазина Epic Game Store. Была анонсирована новая игра Minecraft Dungeons. Это совершенно новая игра от создателей Minecraft, которая выйдет на ПК, консоли и Xbox Game Pass весной 2020 года. Игра будет поддерживать до четырех игроков и включать в себя различные новые виды оружия, предметов и мобов, окружения, которые можно исследовать, а также всеобъемлющий квест, в ходе которого игроки будут противостоять врагу, называемому архизловредом. В игре будут присутствовать определенные квесты и локации, а также процедурно сгенерированные элементы. Показали еще один трейлер экшена Star Wars Jedi Fallen Oda от студии Respawn и компании EA, в котором мы увидели уже засветившегося во время премьеры игрового процесса Соги Рера, угоняющий имперский шагоход. Визуально игра выглядит получше, чем вчера на показе на EA Play. Не всем пришелся по душе новый проект по Звездным Войнам, скорее он оставил после себя чувство некоторого разочарования. Но игра само собой найдет свою аудиторию, ведь кто откажется от возможности поорудовать световым мечом и овладеть обширным набором способностей, даруемых силой. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 15 ноября. Разработчики из команды Moon Studios показали свежий трейлер платформера Ori and the Will of the Wisps, датировав вместе с этим точные сроки релиза. Проект стартует 11 февраля следующего года и с первого дня премьеры будет доступен по подписке Xbox Game Pass на Xbox One и Windows 10, помимо которых игра будет доступна для покупки еще и в Steam. Следующей студией, присоединившейся к семейству Xbox Game Studios, стала американская команда Double Fine Productions. О покупке коллектива Тима Шейфера Microsoft объявила во время брифинга. На мероприятии геймдизайнер шутя отметил, что в дальнейшем готов заниматься не только своим собственными играми, но и помогать Microsoft с Hello или Forza. Но для начала его подопечные доведут до ума приключенческую игру Psychonauts 2. Компания Starbreeze передала издательские права на вторых психонавтов Microsoft. Проект разрабатывается для Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Релиз запланирован на 2020 год. Разработчики игры Spiritfarer представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс. Spiritfarer — это игра-платформер с очень красивым дизайном, который открывает игрокам возможности для строительства и приключений. В нее могут играть геймеры разных возрастов. Игра обещает подарить разнообразные эмоции и будет очень интересно тем, кто любит игры с историей. Игра выйдет для таких платформ, как ПК и Xbox One. На конференции Microsoft на E3 2019 был показан геймплейный трейлер легендарных боевых жаб Battle Tots. Они вернутся и выйдут на платформах Xbox One и Windows 10. В трейлере показали вручную нарисованные декорации персонажей. В новую игру вернутся действующие лица из классических выпусков серии, а гвоздем программы станет кооперативный локальный мультиплеерный режим. Оригинальная Battle Tots была создана студией Raya в 1991 году для платформы Nintendo Entertainment System в качестве ироничного ответа серий игр о черепашках-ниндзя и снискала большую популярность. Разработкой же обновленной версией занимается DLALA Studios в сотрудничестве с Microsoft. Разработчики Microsoft представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Edge of Empire 2 Definitive Edition. Стратегия выйдет в 2019 году и будет доступна с Xbox Game Pass для ПК. Был анонсирован ролевой экшен Elden Ring, производства японской студии From Software. Темную фэнтезийную RPG презентовали шикарным CGI-трейлером, который хоть и не содержит реальных кадров геймплея, но дал общее представление о том, чего ждать от мира будущей новинки, создающегося Хидотаки Миядзаки в сотрудничестве с известным американским писателем Джорджем Мартином, автором серии романов «Песнь льда и пламени». Разработчики обещают показать насыщенную, по-настоящему кровавую и самую масштабную историю From Software в новой игре. Проект создается для издательства Bandai Namco Entertainment под текущее поколение игровых платформ в лице PlayStation 4, Xbox One и ПК. Все подробности последуют позже. Команда InXile отметилась первым за долгое время свежим геймплейным трейлером Wasteland 3. Это ролевая игра, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире. Игрокам необходимо руководить отрядами людей, которые пытаются выжить в суровых условиях Колорадо. Wasteland 3 будет доступна с Xbox Game Pass для ПК. Изометрическая ролевая игра в сеттинге постапокалипсиса стартует на PlayStation 4, Xbox One и ПК в четвертом квартале текущего года. Точную дату релиза назовут позже. Был продемонстрирован новый трейлер зомби-экшена Dying Light 2 от разработчиков из студии Techland. События сиквела развернутся в вымышленном европейском городе, который мы сможем изменить своими действиями. Должность нарративного дизайнера Dying Light 2 получил Крис Авилон, сценарист Prey, Fallout New Vegas, Tides of Numenera и многих других игр. Одна из любопытных особенностей боевика — продвинутый искусственный интеллект. По словам разработчиков, противники в игре умеют оценивать обстановку и правдоподобно реагируют на происходящее. Например, если во время поединка враг поймет, что преимущество не на его стороне, он бросит оружие и попытается отступить. Dying Light 2 выйдет весной 2020 года и будет доступна с Xbox Game Pass для ПК. Компания Bandai Namco официально анонсировала ролевую игру Tales of Arise, первая информация о которой утекла в сеть несколькими днями ранее. Зрителям был показан дебютный трейлер. Разработчики подчеркивают, что нас ждет самая красивая часть серии. На планете Дана всегда почитали Рену, планету в небе, как землю праведных и божественных. Истории, передаваемые из поколения в поколение, стали замаскированы реальностью для людей Даны. В течение 300 лет Рена управляла Даной, грабя планету и лишая людей их достоинства и свободы. Наша история начинается с двух людей, родившихся в разных мирах, каждый из которых стремится изменить свою судьбу и создать новое будущее, говорится в пресс-релизе. Релиз игры состоится в 2020 году на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Компания Microsoft представила новую часть одного из своих самых известных симуляторов, Microsoft Flight Simulator. Вы сможете подняться в небо на огромном количестве летательных аппаратов, начиная от легкомоторных самолетов до широкофюзеляжных воздушных судов. Реалистичный мир, высокая детализация, полеты днем и ночью и сложные метеорологические условия прилагаются. Релиз в 2020 году. Разработчики представили новый ролик, демонстрирующий игровой процесс предстоящей игры Way to the Woods. Это приключенческая игра об оленихе и ее детеныши, судя по всему, действие игры разворачивается в мире, где пропали все люди. В анонсирующем видео олених и олененок ищут путь в родные края, бродят по городу, общаются с говорящим котом и встречают кошачьего бога. Way to the Woods будет доступна с Xbox Game Pass для ПК. После стольких разговоров о Звездных войнах, в этом году выставка E3 подтвердила существование еще более полной коллекции игр LEGO Star Wars. Все игры и саги Star Wars Skywalker собраны в новый LEGO Star Wars The Skywalker Saga. State of Decay 2 получит дополнение под названием State of Decay 2 Heartland. В нем будут две новые истории и новые опасности. И это будет самое большое DLC для игры. Оно будет включено в Xbox Game Pass. Представлена следующая игра из вселенной Dragon Ball. Игра называется Dragon Ball Z Kakarot. Ранее известная как Dragon Ball Project Z и представляет собой экшен-игру от третьего лица в стиле аниме. Во время трейлера игрового процесса мы увидели знакомые лица, такие как Goku, Vegeta, Frieza и Nappa. Был также показан большой бой с боссом, когда Goku стал Супер Саяном в огромной битве против Фризы, которая опустошала планету. Игра выйдет в начале 2020 года и будет доступна с Xbox Game Pass для ПК. Немного хороших новостей для любителей аркадных гонок, а точнее поклонников Forza Horizon 4. Было анонсировано новое расширение, получившее название LEGO Speed Champions. Причем его релиз состоится уже 13 июня. В игре появятся версии McLaren Senna, Ferrari F40 Competition Сиона 1967 имени Купер С. Ралли сделаны из популярного конструктора, новые локации LEGO Valley, а также новый дом для гонщиков, но только в начале его придется построить из собранных деталей. Разработчики грядущей ролевой игры Borderlands 3 представили новый ролик, демонстрирующий нам игровой процесс. Также было продемонстрировано DLC, являющееся приквелом к Borderlands 3, соединяющая новую часть с предыдущей. DLC называется «Коммандор Лилит и борьба за убежище», а его выход состоится до 16 июня. Была представлена западная версия крупнейшей японской MMORPG Phantasy Star Online 2. Игра появится на Xbox One и ПК. Компания Sega ранее уже говорила о том, что Phantasy Star Online 2 появится на Западе. И наконец стало известно, что игра будет доступна уже весной 2020 года. Легенда ММО будет доступна на Xbox One и новые игроки смогут прикоснуться к великому. Игра – описание механик которой способна вынести мозг. 5 миллионов игроков в Азии уже покоряют мир этой игры, и вот теперь и у нас есть возможность потрогать руками и видеть воочию этот игровой шедевр. Пусть восточная стилистика не придет совсем по нраву, но те, кто сможет ее пережить, откроют для себя невероятную игру. Hello Infinite является Hello в открытом мире. Microsoft сообщает, что Hello Infinite выйдет вместе с консолью следующего поколения компании под кодовым названием Project Scarlet осенью 2020 года. Во время тизерного трейлера показан инженер, возвращающий мастера-чифа к жизни. Hello Infinite сделана на новом движке Sleep Space Engine, созданном в 3-4-3 Industries для будущих игр серии Hello. Также было уделено внимание приключенческому боевику Gears 5, презентовав новый трейлер, в котором главная героиня Кейт буквально сходит с ума от подавляющих ее разум кошмаров. Вместе с этим стала известна и точная дата выхода игры — 10 сентября. При этом подписчики сервиса Xbox Game Pass Ultimate смогут начать играть на 4 дня раньше остальных — 6 сентября. Новая масштабная часть одной из самых известных саг получила множество захватывающих игровых режимов с невероятно глубоко проработанной кампанией. В преддверии полномасштабной войны Кейт Диас отделяется от команды, чтобы раскрыть секрет своей связи с врагом и обнаружить истинную опасность для серы — саму себя. Помимо этого, глава студии The Coalition Роб Фергюсон представил со сцены совершенно новый для франчайза кооперативный режим Escape. В нем отряду из трех игроков необходимо проникнуть в улей, заложить газовую бомбу и сбежать, прежде чем заряд сдетонирует. Следующим объявлением на презентации стал анонс технического тестирования многопользовательской составляющей шутера, старт которого намечен на июль. В ходе беты геймерам предложат протестировать несколько мультиплеерных режимов, включая Versus, Arcade и Escalation 2.0. Будет коллаборация с грядущим фантастическим блокбастером Терминатор Темной Судьбы, в рамках которой в Gears 5 появится набор тематических предметов по фильму. Gears 5 будет доступна на Xbox One и ПК под управлением Windows 10, владельцы персональных компьютеров уже на старте смогут приобрести проект в Steam. Симпатичная игра в жанре Tower Defense Gears Pop теперь доступна для предварительного заказа на мобильных устройствах. Gears Pop представляет собой мобильную игру, в которой персонажи Gears of War представлены как Funko Pops. В мобильной игре игроки должны защищать свои собственные станции, а также атаковать врагов. Gears Pop выйдет на мобильных платформах Android и iOS. Абсолютно новый беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2 предлагает более 30 новых способов играть как профессионал. В том числе контроллер будет иметь ручки с регулируемым натяжением, новые сменные компоненты, до 40 часов автономной работы от аккумулятора и неограниченные возможности настройки с приложением Xbox Accessories для Xbox One и Windows 10 на ПК. Контроллер выйдет 4 ноября 2019 года, его стоимость составит 180 долларов. Новый сервис потоковой передачи игр Microsoft Project xCloud, который появится в октябре 2019 года, обеспечит потоковую передачу облачных игр на консоли. Microsoft подтвердила это, но не поделилась более подробная информация о платформе. И наконец, Microsoft поделилась первыми подробностями о Project Scarlett. Именно такое название пока носит Xbox следующего поколения. По словам разработчиков, одна из основных целей, которую они преследовали при создании новой консоли — сократить время загрузок в играх. Характеристики. Процессор на базе AMD Zen 2. Оперативная память формата GDDR6. Поддержка до 120 FPS. Поддержка переменной кадровой частоты. SSD нового поколения использует в качестве виртуальной оперативной памяти. Выйдет новый Xbox в конце 2020 года вместе с Hello Infinite. Присоединяйтесь к обсуждению новостей из конференции Microsoft в комментариях, что понравилось вам больше всего. Также не забывайте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV, смотрите и играйте вместе с нами! Субтитры создавал DimaTorzok